В Твери идут последние приготовления к крещенским купаниям. Этот православный праздник отмечается 19 января. Но по традиции уже вечером во вторник 18 числа сотни верующих отправятся на водоемы Верхней Болжья, чтобы окунуться в прорубь со святой водой. В этом году в Тверской области оборудовано 53 официальных купели. Что важно учесть перед походом к Иордане, об этом нашему телеканалу рассказали священнослужители и медики. Тема продолжит Никита Васильев. Место проведения крещенских купаний в Твери стало уже традиционным. Как обычно, купель в столице Верхней Болжья будет оборудована на набережной Афанасия Никитина возле главного корпуса Тверского государственного технического университета. Подготовка к празднику началась заблаговременно. На месте купания монтируются деревянные настилы, лестницы с поручнями для удобного выхода к Иордане. А в самой купели будет установлена специальная сварная конструкция для защиты купающихся от попадания под лед. Безопасность проведения купаний на всех этапах будет контролироваться сотрудниками МЧС России. В настоящий момент проведены замеры льда, проверено оборудование для будущей купели. Сама купель и место купания будет оборудоваться специальными средствами. Настилом, который будет опираться непосредственно не только на лед, но и на опоры. Сама же купель оборудуется и опирается на дно. То есть здесь безопасность обеспечивается полностью. По традиции праздничные мероприятия начнутся поздно вечером 18 января. В 23.30 от Успенского собора купели пройдет крестный ход. Ровно в полночь пройдет освещение воды, после чего в течение суток Иордань будет открыта для купания всем желающим. В ходе проведения купаний будет обеспечиваться соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и мер безопасности. Будет установлен специально такой городок, который будет обеспечен охраной общественного порядка. Обеспечение также безопасности людей на воде будет осуществляться спасательным отрядом Тверской области и города Твери. Также будут установлены надувные модули, отапливаемые для комфортного переодевания. Ежегодно крещенские купания собирают на набережной Афанасия Никитина сотни верующих или просто желающих испытать себя и свой организм, а также силу воли таким достаточно экстремальным способом, как купание в ледяной воде. Вместе с тем специалисты напоминают, даже для крепкого и здорового организма подобная практика является шоком. И чтобы не навредить себе, важно соблюдать ряд нехитрых правил. В первую очередь раздеваться нужно медленно, чтобы тело остывало постепенно. Также и в ледяную воду входить нужно не торопясь. Для этого в Иордане делаются специальные перила и специальная лесенка. Нежелательно употреблять спиртные напитки, так как в этом случае мы сначала будем разогретые, а потом резко охладимся и, скорее всего, утонем. Нежелательно резко прыгать в Иордань, нежелательно резко окунаться с головой. В этом случае могут сосуды головного мозга сжаться, и мы получим инсульт. А после того, как вы вышли из купели, нужно спокойно обтереться полотенцем и по возможности побыть в какое-то время в теплом помещении, уйдя с продуваемой территории. А вот болеющим сейчас или переболевшим совсем недавно специалисты категорически не советуют лезть в ледяную воду. Несмотря на чудодейственные свойства, которые по преданию получает в эти дни освященная вода, нездоровому человеку купание в ледяной проруби может только навредить. Об этом, в частности, говорят и священнослужители. Представители Русской Православной Церкви напоминают, что народный обычай купаться на крещение в проруби не предусмотрен церковным уставом. У него нет чина, это нельзя назвать официальным обрядом. Однако верующим людям протеерей Александр Душенков дает ряд советов. Прежде чем окунуться, надо помолиться. Очень хорошо прийти даже человеку, особенно тот, кто редко ходит в храм, в этот день на службу. Очень много ночных служб, дневных служб. Повалиться со всеми, поблагодарить Бога, попросить Бога о своих нуждах. Кроме того, священнослужители напоминают, что купание в проруби не омывает грехи, а также предостерегают от купания в местах, не оборудованных официально. В 35 муниципальных образованиях Тверской области определено 53 места для проведения купаний. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед главами муниципальных образований во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции обеспечить безопасность на всех площадках, где будут организованы купели. В Твери крещенские купания организованы только на набережной Афанасия Никитина. Купание в иных необорудованных купелях может быть небезопасным. В течение дня, 19 января, берега рек в черте города будут патрулироваться мониторинговыми группами в целях пересечения опасных ситуаций для горожан.